Практическая психология Практика ориентированная, да, с такой ноткой Сразу же подумала, обязательно вас приглашу Потому что пользуюсь вашими великолепными карточками Которая для родителей, ну, такой хороший очень инструмент И они говорят, о, да, это вот именно прямо вот то, что мне необходимо было Там как раз все про родительскую любовь и про детей Спасибо вам за такой инструмент, кстати, хочу сказать Ну, что мы подразумеваем под понятием родительской любовь? Ну, я, во-первых, поблагодарить вас за приглашение Мне очень понравилась тема, которую мы сегодня обсуждаем И я вообще хочу сказать в целом, что вот для ребёнка Две основные потребности, которые у него есть Это любовь родителей друг к другу и любовь родителей к нему Вот это очень важно Это, в общем-то, такая наша базовая потребность, потребность в любви И если мы говорим о безусловной любви, да, к ребёнку То это любовь, я люблю тебя просто так Просто потому, что ты мой ребёнок Просто потому, что благодаря тебе я стала мамой То есть это любовь просто потому, что ты есть Это, получается, на инстинктивном уровне происходит зарождение вот этой любви? Ну, в том числе и да Если вы там посмотрите в мире животных, да, тоже ярко проявляется это Ну, в том числе, да Получается, что вообще вот родительская любовь Это такая эмоционально-поведенческая, да, реакция взрослых на то, что у них появилось потомство Она, ну, к сожалению, если мы будем говорить, да, что она не всегда, да, может иметь место быть Есть ряд причин, по которым, предположим, безусловная любовь не проявляется Ну, среди таких причин можно назвать, например, когда ребёнок появляется незапланированным То есть, когда, например, мама, там, будучи студенткой, да, там, беременеет И в результате бросает учёбу, как-то лично жизнь не складывается и так далее То есть не проявляется, не развивается Не формируется, да? Или, например, мечтали о девочке, родился мальчик Или, наоборот, мечтали о мальчике, родилась девочка Или бывает, например, одна из причин может быть, что в результате рождения ребёнка А так бывает, разладились супружеские отношения Потому что понятно, что все эти красивые картинки, которые мы видим, да, там, по телевизору, реклама, что это рождение Но всё-таки нужно понимать, что рождение ребёнка – это кризис для семьи И довольно серьёзно, и нужно как-то его решать И не каждый родитель бывает к этому готов, да? То есть к перестройке семейной системы Мне кажется, вообще к этому сложно подготовить И пока не появится ребёнок, это вообще сложно представить, что это такое Особенно, когда их два, когда их три Да, то... Вот ещё, например, есть такая причина Это когда родители, они стремятся, да, компенсировать свои какие-то жизненные неудачи Ожидания за счёт своего ребёнка То есть когда очень много ожиданий по отношению к ребёнку Да, очень много требований к нему И ребёнок, ну, не выполняет это, да И тогда тоже возникает, вот, ну, родителю сложно любить И сложно вообще в целом принять такого ребёнка Мечтали об одном, а вдруг вот у нас какой-то совсем другой появился Да, ещё бывают вот такие моменты, когда понимают Родители понимают, что они думали, что ребёнок может быть, там, здоровым А здесь, например, какие-то там патологии возникают Если больной ребёнок, то довольно сложно тоже его принять И я хочу сказать, что вот ещё о безусловной любви важно Что, знаете, что и дети нас тоже вначале любят безусловно И это очень важно иногда для некоторых, там, взрослых людей Это вообще бывает первый такой опыт безусловной любви Когда меня самого, как, вот, ну, ведь частые случаи, когда мама там не любила меня, да Там с супругами не заладились отношения Ну, как-то я вообще этого не испытывала в своей жизни А тут появляется ребёнок, в глазах которого я лучшая Он меня любит просто так Я для него, это же божество, я для него И сам родитель испытывает это чувство Вот эту безусловную любовь К себе в том числе Ну, хочу сказать, ну, это вот моё такое мнение Что, да, это такой некий аванс родителям Такая безусловная любовь с их стороны То есть вот мы с вами наблюдаем в практике, да Бывает, какой бы там ни был родитель Может быть, алкоголиком там, да Асоциальным даже, да Но ребёнок, тем не менее, всё равно продолжает его любить Ну, затем для того, чтобы нас любили Нам, как родителям, нужно что-то для этого делать Так Это обязательно То есть всё-таки тут понимать, что в отношениях ребёнок-родитель Да, любит ли меня мой ребёнок вообще Как у меня складываются отношения с ребёнком Это полностью ответственность родителей На сто процентов Если в супружеских отношениях 50 на 50 Тут по-другому тоже не может быть То в детско-родительских сто процентов То есть если мой ребёнок делает что-то не так Это значит, я как родитель делаю что-то не так И никак иначе И здесь мы, понятно, сейчас очень много делаем для своих детей Наверное, ни в одну историческую эпоху Столько мы не делали Так много для своих детей мы не делали Но здесь очень важно, да, родителям, не знаю, такое слово употреблю, угадать, да А что хочет ребёнок? Какова его потребность? Потому что иногда родители, правда, много делают, да Но это для него не важно и не ценно Для него не важно и не ценно И тогда он тоже вот этой любви не чувствует Поэтому вот задача и миссия родителей довольно непростая Непростая Но всё-таки я хочу сказать, что в последнее время исследования научные показывают, что отношения между родителями и детьми стали намного теплее Это отмечают дети Вот, например, я работаю со школьниками в том числе, да Очень тепло отзываются родители О своих Да, особенно вот, ну это вот в последнее время Но вообще, если говорить о любви родителей к ребёнку, в принципе, это не так давно стало обсуждаться и про это говорится Да, действительно, может быть, последние десятки лет, да Тридцать, верно, верно Тридцать, да А до этого, да, такого не было И вообще родители растили какого ребёнка сама, например, советского периода, удобного Чтобы вот я пришёл с ним, да, он не шумел, там, соблюдал вот эти права Сейчас у нас родители, большей части, что хотят вырасти счастливого Это сложнее Сложнее, да, особенно сложнее вырасти счастливого, если, например, не видел пример у своих родителей, да, что такое счастье, да И если, например, сам родитель не может до сих пор определиться со своей собственной формулой счастья То что, какой должен вырасти счастливый ребёнок? Ну, я хочу сказать, что эта миссия невыполнима Невыполнима? То есть как бы мы ни старались Нет, не в том деле, да, что мы, вот я как родитель делаю всё, что могу, да, а дальше как будет Мы, это не наша уже ответственность Есть ведь ещё такая хорошая теория, что что бы вы ни сделались для ребёнка, для него всегда этого будет мало Ну, возможно, да И есть просто определённый тип людей, они есть, да, они, это как бы, большей частью даже как бы врождённое такое, они просто не могут быть счастливыми И поэтому тут как родители можем кучу усилий потратить, но этого не произойдёт Катя, а вот мы сейчас говорили про безусловную любовь, да, но у нас есть такой вид, как условные То есть, вот давайте вот, мы её встречаем чаще всего, да? Ну, условные, это понятно, что, да, я люблю ребёнка, если он выполняет какие-то мои условия Да, то есть, люблю за что-то, вот это больше про условную любовь Примеры, давайте прямо так вот приведём Ну, я не знаю, там, простой, да, что ты там, учишься на 4-5, люблю А как только вот... Закончил с троечками, ну, уж извини, как-то, да Или я, например, люблю, да, там, когда ты там, как бы сказать, в хорошем настроении, там, маленького малыша А если ты закапризничал, да, там, в садик не хочешь собираться, ещё что-то, то не люблю, я отказываю тебе в своей любви А вот это... Я немножко ещё, допустим, я что-то подпью Иногда, вот, когда говоришь про это с родителями, они говорят, и что? Тогда, значит, вот пусть он ведёт себя, как хочет, да А мы должны всё это терпеть, принимать и так далее Здесь вот речь не про это Здесь больше про то, что я люблю тебя, но не всё, что ты делаешь, мне нравится Так, то есть вот мы таким образом транслируем ребёнку, да? Да, в любом случае, вот здесь как мы на гуманистических всё-таки стоим позициях, да Ты хороший, да, но мы, я думаю, мы все тут хорошие люди, да, но мы все совершаем разные поступки В том числе и не очень хорошие Так вот в этом случае я не посягаю, да, ты хороший, да, я тебя люблю, я тебя принимаю Но то, что ты сейчас делал, мне не нравится И я тебе про это буду говорить, мы будем это обсуждать в любом случае Вот это как раз вот такая тонкая грань, да, что ребёнок понимает, что он изначально хорош, но вот этот поступок, например, или вот эта его форма поведения была не социально, например, или мамой неодобряемой, или папой там, да? Ну, это более того, ну, более того, там, не полезно, да, ни ему, предположим, ни окружающим Я это знаю как родитель, как взрослый человек, да, и я тебе буду помогать Я тебе буду объяснять, я тебя буду учить, да? И здесь очень важно, то есть вот выражать своё недовольство отдельными действиями ребёнка, а не ребёнком в целом То есть давайте опять-таки, да, у нас практическая психология, то есть ребёнок, например, там, нашкодил, ну, образно говоря, там, что-то сделал такое, что, да, как мы должны ему об этом сообщить? Вот прямо конкретно по фактам, да, что, ну, сейчас, вы знаете, высказывания очень часто используются, да, что, да, там, мне не нравится, да, или меня очень сильно беспокоит, или я, там, переживаю, волнуюсь, когда вот ты то-то, то-то делаешь, да, и, следовательно, я бы вот хотела, чтобы было вот так То есть конкретно, если получил двойку ребёнок, да, мы не говорим, там, я не знаю, ты, вечно ты не учишь уроки, да, там, я тебе вчера говорила, ты сегодня опять, вот это не про это А мы конкретно разбираемся, да, вот там, получил два, что, да, там, не выспался, плохо себя чувствовал, да, там, может быть, не уделил время домашнего Да, там, может быть, ещё это, мы будем просто решать эту ситуацию и так далее Но это не значит, что ты у меня плохой Нет Отлично Давайте попробуем разобраться, вообще, почему так ребёнку необходима эта безусловная любовь Ну, самое, наверное, главное, да, что если ребёнок такую любовь получает, он в жизни становится уверенным человеком И у него вообще в целом формируется, вот если там, да, там, говорят, базовое доверие к жизни, да И если вот мы помним, да, с вами, что есть четыре отношения человека с миром, да, что я хороший, мир хороший Там, я плохой, мир хороший, я хороший, мир плохой, я плохой, мир плохой То есть здесь вот как раз, что я хороший, да, там, пандемия ещё, как сейчас, да, всё равно мир хорош, да, и всё равно жить здорово Вот с этим, вот с этим, и человек, ребёнок с этим идёт дальше по жизни По жизни, и у него, конечно, намного больше возможностей, да, реализоваться как личность, да? Да, однозначно Вот давайте сейчас проговорим такой момент Папа любит по-своему, и мама любит по-своему Хотя мы, конечно, часто транслируем, что, дорогой мой, и мама, и папа тебя очень любят, да? Но ребёнок говорит, нет, вы знаете, как-то вы любите меня по-разному В чём здесь особенности? Ну, я тут абсолютно, Надежда, с вами согласна, да, что мы по-разному любим мама и папа Но здесь с самого начала, да, как правило, мама, вот у нас появился, только зародился ребёнок Мы узнали о том, что мы беременны, и у нас уже сразу появляется чувство У папы считается, оно вообще чуть, он не носил ребёнка, он не был с ним, он с ним встречается чуть позже И у папы вообще считается, что формируется вот эта любовь в течение вот первых двух лет ребёнка То есть вот очень важный их контакт и так далее То есть ни в коем случае, когда появляется ребёнок в семье, мама не должна, папу там, да У тебя ничего не получается, не трогай его там, да, а при любой возможности на ручке, купаться, гулять Да, и в то же время как бы должна терпимо относиться к тому, что, да, может, какое-то время ему нужно просто посмотреть Просто побыть, просто понюхать ребёнка И наоборот, вот не с тем, что бери, это твой, ну, то есть вот очень так вот А зависит от темперамента и психотипа мужчины, да? Так здесь зависит ещё, знаете, от чего? От, ну, всё-таки мы знаем, что в каждом из нас есть мужское и женское И сейчас очень часто у нас девочки, да, там реализуют своё мужское начало Мальчики Женское Женское начало И здесь бывает так, что проявление даже в плане вот родительства Может, например, женщина проявлять своё мужское начало по отношению к ребёнку То есть она довольно там критично, требовательна и так далее А мужчина наоборот То есть так тоже встречается Встречается Такое тоже бывает Здесь, если говорить о различиях всё-таки материнской, отцовской любви То вот как раз мама, большей частью, это она любит ребёнка безусловно Она принимает такой, какой он есть У пап всё-таки любовь немного, она, они, любовь, как бы, отцы, они награждают своих детей своей любовью за что-то Вот как раз тоже про условия То есть это как награда, да, она, возможно, некоторые авторы там и говорят, что она больше условно Ну, читали на литературе, да, там что-то материнская, безусловно, там, отцовская условно То есть здесь очень важно любовь, родительская, ой, отцовская любовь, да, выполняет функции социального контроля Это требования определённой дисциплины Ребёнок учится соблюдать определённые рамки, ограничения И всё это ведёт к развитию Возможно, почему это так происходит Потому что всё-таки у нас принадлежит к роду мужчины, да, женщины и ребёнок, следовательно И у папы важна роль, ну, такая роль очень важная Это воспитать, как бы, будущего наследника, носителя традиций, да, продолжателя рода И он этим занимается И для этого он должен, да, корректировать И любовь пап нужно заслужить И это очень важно для ребёнка Я вам приведу пример вчера, ну, я бабушка, у меня есть внучка и внук И вчера, значит, вот пятилетний Лёв нам помогает в огороде что-то там Ну, тележку катит с этим, с растениями, ну, высохшими И он кричит, значит, дед, сфотографируй меня вот с этой телегой Я папе вышлю, пусть папа посмотрит И скажет, какой я молодец Да, это одобрение вот этого папы очень важно Потому что маму очень хвалят просто так и целый день Да, с утра до вечера И они как-то, знаете, это другое А вот когда папа меня похвалил, вот это для ребёнка бывает очень важно И вот это, да, и вот это становится точкой роста, да, своего рода Однозначно Вот вообще, если так про идеал какой-то говорить Вот мамино безусловное принятие, с одной стороны И с другой стороны, вот это папина, да, такая Любовь, да, ну, возможно, условно Оценочная, да Что ты должен что-то сделать, чтобы я тебя любила И она как раз вот эти две, да, симбиоз вот этих двух форм любви Даёт как раз почву для роста Я ещё про папину любовь хочу что сказать Что папам, ну, вообще у нас так и культурально заложено Что им вообще сложно проявлять свои чувства в нашей культуре Да, потому что мужчины не плачут, другие чувства тоже не проявляют То есть иногда очень любят, да, но они не проявляют И тогда вот здесь задача мамы, да, её, я считаю, функция Эту любовь отцовскую переводить на язык любви То есть показывать детям, как папа их любит Ну, не может он проявить Можно просто сказать, папа очень вас любит Но просто вот он не может, не умеет Не умеет, не получается Или не просто папа на работе, да А вот папа, он там, потому что он очень сильно любит нас Да, он много работает, потому что заботится Хочет, чтобы мы жили там в красивом доме Ходили в красивой одежде Там что-то, куда-то ездили и так далее То есть вот здесь тоже очень важна вот роль Женщины, да, чтобы она Переводила На понятный язык любви Да, ребёнка объясняла Вот давайте сейчас тоже проговорим Вот уже начали про языки любви Мы уже делали программу про это Пять языков любви, на которых мы разговариваем друг с другом Но тут сейчас попробуем сформировать такой момент Ребёнок, каким образом мы формируем На каком языке любви с ним потом будут разговаривать окружающие Он их будет понимать или же мы никак в этом не участвуем Ну здесь, если говорить о любви Это как раз вот, да, о способах, да, проявления Немножко всё-таки поясню, да, о способах проявления любви Что вообще в целом очень важно То есть я могу любить человека, да Но если я никак свою любовь не проявляю Он не знает, что я его люблю И вот язык любви считается, что он формируется примерно уже к пяти годам Определённый способ, да, вот За счёт чего человек понимает, что его любят И как правило, это получается тот язык любви, чего не хватало в детстве То есть я немножко всё-таки, да, наполню Да, давайте Если так образно тоже представить У нас есть внутри, ну так, как сосуд любви Который вот для того, чтобы мы были счастливы и успешны Он должен быть наполнен Наполнен И вот есть такая особенность, что у нас этот сосуд любви Может наполняться за счёт какого-то одного языка любви Всего их, я напомню просто, да, слушайте, наверное, думаю, знают Это всего пять способов выражения любви Давайте их назовём Да, конечно, назовём Это, ну, первый такой, можно, там, это слова, да, когда мы говорят слова Я тебя люблю Слова любви, слова поддержки Какой ты у меня хороший Это эсэмэски, например, если контрольно, да, там, я с тобой, там, я тебя люблю, ты, там, и так далее Вот, затем это прикосновения То есть очень важный язык любви, да, это и поцелуй Это очень хорошая традиция в семьях бывает Когда, там, уходит ребёнок в школу, его обняли, поцеловали И как-то недавно стояла у одной из школ, ждала, там, учительницу И я видела, как провожают дети в школу, родители первоклассников И вот кто-то прям встанет на уровень глаз ребёнка, обнимет его, да, там Кто-то за ним, чуть ли не за шкирку в его рот Да, и всё-таки, наверное, в большем ресурсе уйдёт того, кого обнимают То есть вот это тоже очень важно А затем язык любви — это конкретные дела Я люблю тебя, я много что для тебя делаю, да, я готовлю тебе завтрак, я встречаю тебя из школы и так далее А дальше это один из языков любви — это подарки Но подарки здесь очень важно Это не про меркантильность человека, да, то, что ты мне подарил, я тебя люблю А для таких людей очень важно, знаете, как бы визуализировано Вот есть ряд, вот стоит какой-то сувенир, что-то сделано, может быть, своими руками Может быть, что-то очень недорогое, но вот то, что мне нравится, то, что я хочу Вот у меня муж знает, что мой язык любви Подарки Подарки, просто там ручечка, да, но он знает, я знаю его, я чувствую его любовь и так далее Да, да, да И ещё один из языков любви — это время Которое вместе проведённое Вместе проведённое, и оно самое главное — качественное То есть это вот, например, даже прогулки, да Или я иду и разговариваю по телефону, отвлекаюсь с кем-то, беседую и так далее Или я просто вся с ребёнком, я с ним разговариваю И это не разговоры про учёбу и так далее Это вообще про жизнь А как ты, а что ты, а что такое счастье, а что такое любовь Вот на какие-то такие очень глубинные вопросы И это очень, ну, как бы интересно, я познаю ребёнка И более того, ребёнок учится сам тоже мысль Не на поверхностном уровне, да, вот как-то жить, мыслить Но это как глубина тоже у него вот этих мыслей формируется Да, и это всё тоже от нас, от родителей Никуда от этого не деться Поэтому вот если говорить, да, о языке любви, он у каждого один Вот мы с вами сидим, у нас тоже, что у меня подарки, напишу, Надежда И она тоже, наверное, знаете, какого Надежда, времяпрепровождение, да, когда вот я вместе Да, если вот, например, у вас, Надежда, времяпрепровождение, да, то что это значит? Там могут говорить слова, какая вы замечательная, добрая, отзывчивая и так далее Вам могут делать подарки, да, там, для вас что-то могут делать Но если с вами не проводят время Не буду чувствовать, что вас любят И поэтому вот родители, да, в такой ситуации оказываются Что я вроде бы вот, как на консультациях, да, там, у вас, думаю, бывает там, что Я ему и подарки, да, там, я с ними, вот, не знаю, время провожу Столько ему говорю, и правда, видно, что мама любит, а вот он говорит, что нет У него ощущение, да, прикосновение И поэтому надо с детьми, я так правильно, да, сделала, на всех пяти языках стараться разговаривать Чтобы у него сформировалось вот это ощущение, да, что меня любит мир Я этот мир люблю тоже, я хороший Да, но здесь на всех пяти языках любви, да, но на языке его любви обязательно То есть лучше всё-таки знать язык любви своего, ребёнка, вообще всех близких, своих партнёров на работе Людей, которые тебя окружают, да И вот эту потребность их удовлетворять, тогда мы такие более спокойные, да, там, когда вот этот сосуд любви у нас знаком Да, и в ресурсе, в ресурсе на какие-то благие дела Но бывает так, что, например, с родителями, родители не разговаривали вообще ни на каких языках, да То есть как бы вот только исключительно вот потребности какие-то ребёнка удовлетворяют, и всё И тогда вырастает ребёнок такой голодный, да, всех вот этих проявлений, да И мы с вами таких взрослых тоже встречаем, которым очень важно, чтобы им дали хорошую оценку, там, да О них как о хорошем человеке, там, да, они достигают, добиваются чего-то в жизни только потому, что Когда-то в детстве им не дали такую возможность сказать, что да, что у тебя всё хорошо, у тебя всё получится И ему кажется, вот я сейчас этого достиг, поэтому я классный, да Ну что, очень много действительно зависит именно от нас, от родителей И давайте мы попробуем с вами ещё проговорить, значит, а, я, кстати, про отцовскую, и я правильно ли понимаю, что бывают такие моменты, когда не у каждой и мамы внутренне, когда она вынашивает этого ребёнка, уже запускается вот этот инстинкт материнской любви, да Мы с вами понимаем, что такое возможно, да Вот как раз вот те причины, когда, например, нежелательная беременность была, там, да, какие-то сложности в личной жизни, да, и она вынашивает этого ребёнка, и при всём при этом она уже не готова ему дать вот этой безусловной любви Да, она не готова вообще, чтобы стать родителем, нужен определённый ресурс А бывают такие случаи, что, например, мы с вами понимаем, что рождённый ребёнок и родитель не может проявлять вот эту любовь, да, но в процессе уже материнства, отцовства это ощущение, безусловно, любви приходит Такое ведь тоже возможно, да Это возможно, да, даже вот, например, девочки, которые там вот в раннем возрасте забеременели, у них нет, вот здесь задача как раз и психолога в том числе, чтобы вот эту связь установить, да, чтобы вот как бы проговаривать про это, да, вот говорить вообще подготовка такая определённая к материнству Возможно, да, возможно Вот сейчас очень популярна перинатальная психология, да Все на такие книги толстые, я удивляюсь, и педагогика ещё есть перинатальная Да, и мне очень нравится, что сейчас появились такие реально хорошие очень учебники в этом направлении И вот огромный ресурс можно взять, пока мама и папа вынашивают совместно 9 месяцев этого малыша Вот уже такой процесс прямо подготовки осознанного родительства, да, так что, как говорится, в помощь нам вся эта наука берём, используем её Вы всё-таки, знаете, у нас, наверное, вы согласитесь, что ещё Антон Семёнович Макаренко, всё-таки уж я педагог, да, в том числе вспомню, что он говорил, что у нас готовят, да, там, как стать инженером, как стать агрономом, учителем и так далее, но никто не готовит к тому, как стать родителем И здесь я не сторонница того, что сейчас вот как-то, мне кажется, немножко тоже перекос у нас, когда родители слушают кучу вебинаров, читают кучу книг, да, там ходят на какие-то встречи по родительству, хотя сама всё это провожу Я не за то, чтобы родители... Фанатично, чтобы это было Да, здесь самое важное всё-таки, когда появляется ребёнок, да, некий огонь в душе родителей, он зажигается И вот если он есть, да, всегда, когда я даже что-то делаю, да, мы многого не знаем, и всё знать тут невозможно, да, всегда прямо вот я что-то делаю и спрашивать, не знаю, свою душу, сердце, да, там, ему, как оно, согласно ли с тем, и будет ли мне легче на душе, если я так сделаю И если мне действительно, я вот это делаю, мне станет легче, мне стану, знаете, когда спокойнее, вот это и есть правильное решение, которое вы принимаете как родители И не важно, что об этом не написано в учебниках Нет, потому что больше к себе прислушиваться, да, к своим, потому что сейчас на самом деле некий прям какой-то фетиш из этого родительства делают, да, что вот прямо ребёнок в центре, да, что всё вокруг ребёнка и так далее И сколько родителей с чувством вины, да, вы уже встречаете, да, вот таких людей, которые говорят, да, я там недородитель, у меня там я много что не дал, да Вы понимаете, ну, моя позиция, сколько бы мы родителей, вот то, что бы надежда сбудет, всё равно что-то у нас не получится, мы несовершенные И поэтому, да, я как мама, да, я много что делаю, я вот это, ну, вот, вот, вот я такая мама Тоже, это, опять-таки, да, про принятие своего родительства, да, потому что родитель с чувством вины, да, он будет менее продуктивен для своего ребёнка, да Это вообще не полезно, там больше, что, да, мы, я, вот здесь не нужно быть идеальной мамой, вообще к этому стремиться не нужно Нужно быть просто хорошей мамой А хорошая мама – это кто? Это та, кто иногда совершает ошибки Да И вообще считаю, что у родителя должен быть разнообразный инструмент Вот знаете, да, когда-то я могу повысить голос Да, когда-то я могу сказать вот так Да, когда-то я могу наказать То есть разнообразный Но при всём при этом я остаюсь хорошей мамой Да, и мой ребёнок тоже хорош Да, и просто вот, ну, вот разно, чем больше инструментария, да, в зависимости от ситуации, тем, вот, мне кажется, мы как родители эффективны Согласна с вами Ну что, в завершение нашей программы давайте посмотрим, что мы можем порекомендовать нашим слушателям, почитать или, может быть, даже посмотреть на эту тему Ну, я бы, знаете, рекомендовала, да, это всё, наверное, я знаю, это Людмила Петрановская У неё замечательные есть и книги, да, там точка опоры, вот как раз у привязанности Прямо очень рекомендую родителям в том числе Тайная опора, по-моему, называется Да, 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 Тайная опора Великолепная книга Да, 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 она как раз очень понятным, доступным языком написана Про все возрастные кризисы, про позицию родителей И вообще, вот, я бы, может, там, рекомендовала ещё У Людмилы Петрановской очень много роликов То есть можно прям, предположим, подростковый кризис в этом, что же На Ютуб канале, да На Ютубе, да, ролики, вот, в поисковике забить и посмотреть Очень полезно Очень полезно, доступно, да Вот мне кажется, это сейчас лучше, но это с моей точки зрения, что сейчас вот есть в плане воспитания Но раз мы языки любви обсуждали, тоже можно, я считаю, полезным почитать эту книгу Гарри Чекмен, «Пять языков любви», в поисковике тоже можно И она в том числе и полезна вот для построения партнёрских отношений Всё-таки, когда мы вырастаем, ведь очень важно, да, там, для взрослых Мы эту тему сегодня с вами не затрагивали Но в целом ведь очень важно, чтобы было полное принятие своих родителей у самого родителя Если как я, чтобы я приняла своего ребёнка То есть очень важны простые вот такие слова, что я такая же, как моя мама Я говорю это спокойно и с радостью Без чувства боли Я такая же, как мой папа И если вот человек, считается, может сказать две эти фразы спокойно, с радостью Не отрицать, а это очень сложно Я говорю, это очень сложно Тогда он может добавить и чуть-чуть другая И чуть-чуть другая Немного другая А если вот нет вот этого, тогда вот очень сложно И тогда и принятие ребёнка бывает намного Очень сложно, очень сложно То есть вот эти родители всё-таки, да, это вот знаете, как вот тут вот сейчас тоже шла Через театральную площадь, вот как у памятника вот этот постамент Основа Основа, да Если он там трещина, то с памятником много что будет Может случиться Людмилу Петроносскую, кого ещё, Гарри Чепмана И Ирина Млодик Тоже у неё есть Там книга для неидеальных родителей как раз, да, там вот можно тоже посмотреть Или там маму книжка называется «Как разговаривать здесь с ребёнком» Да, 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 ну и конечно Юлю гипернейтер Обязательно её тоже, да, там общаться с ребёнком как, у неё тоже есть ролики Поэтому тоже очень рекомендую Спасибо большое Сегодня в программе практической психологии мы говорили о безусловной родительской любви И помогала мне раскрыть эту тему Екатерина Никитина, кандидат педагогических наук, психолог, консультант Катя, спасибо большое, было очень интересно Вам спасибо, Надежда Всем любви, здоровья и счастья Я тоже, всем всего самого доброго Спасибо огромное за внимание Практическая психология